В обычный майский субботний вечер сотни тысяч москвичей вышли на улицы столицы и образовали огромные очереди. Как вы думаете, куда они идут? Ни за что не догадаетесь. В музей. Уже третий год подряд столичные музеи дружно объявляют бойкот, тишине и покою, а москвичи со всей серьезностью настраиваются на бессонную ночь. Культурно-образовательная акция «Ночь в музее», давно ставшая традиционной в Европе, успела полюбиться и москвичам. 140 музеев и выставочных залов, около 300 мероприятий и более 500 экскурсионных групп. Таков масштаб этой акции в 2010 году. Главная задача акции все-таки не, так сказать, удивить не статистикой, а тем, что музеи в этой акции придумывают очень необычные, новые, отличающиеся, может быть, от повседневных программ культурные акции, которые сопровождаются и концертами, мастер-классами, какими-то необычными мероприятиями. Само по себе это явление стало для москвичей явлением удивительным. Это как праздник, как еще один праздник, московский большой городской праздник. Вот москвичи и решили отпраздновать, не обращая внимания на гигантские очереди. Музей «Панорама Бородинская битва» вряд ли когда-либо принимал такое количество посетителей за один день. Поэтому к встрече гостей готовился особенно тщательно. Здесь москвичам предложили ощутить себя кутузовыми, но не бить, а подружиться с французами. Это пара, скажем так, смотр униформистов. Те, кто занимается реконструкцией костюмов армии русской и французской 1812 года, они маршируют и перестраиваются. Это, в общем, интересно посмотреть, потому что это и историческая реконструкция костюмов, оружие, ну и любые желающие могут сфотографироваться и даже попробовать себя, например, постучать в барабан. Французы предлагали посетителям сыграть футбол, вежливо приглашали москвичей поближе познакомиться с гильотиной, а также послушать мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина, который исполнил мелодии и песни, посвященные Отечественной войне 1812 года. Эта акция интересная, она дает возможность тем людям, которые не могут в силу занятости или каких-то других обстоятельств в обычное время не находят времени посетить музей. А наша с вами задача культурных учреждений, соответственно, приобщать их к этому, то это одна из таких ярких возможностей пригласить, завлечь людей в музей, и, соответственно, повышая культурный уровень горожан и вообще всех, кто приходит в музей. Культурный уровень активно повышали и посетители Дарвиновского музея. Здесь гостям предложили не заниматься всякой ерундой, а совершенно серьезно попытаться увидеть, услышать и поймать в воздух. Ну мы вот с Жанной Рыбак задались таким вопросом. Можно ли сделать произведение современного искусства из воздуха? И задали этот вопрос нескольким современным художникам. По-моему, они блестяще справились. Мы взяли крышу Дарвиновского музея, открытую всем ветрам, и предложили художникам поймать воздух. Сейчас перед нами представлено огромное количество воздуха зримого, который вы можете потрогать, пощупать, понюхать. И это в течение вот этой выставки. Это объект Петра Григорьева. Он называется, написание очень важно, воздуха, куб духа. То есть человек попытался поймать дух. И вот человек, который заходит внутрь этой инсталляции, я так понимаю, что он должен проникнуться духом. То есть мы все пытаемся, все художники, пытаемся поймать дух, воздух. Мы его все пытаемся заключить некую какую-то форму и поделиться. Каждый из художников пытался поймать здесь воздух всеми возможными способами. Мы шли мимо и думали, ведутся ремонтные работы. Оказалось, произведение искусства. Все представленные на крыше проекты задумывались художниками как интерактивные. Поэтому извечный музейный призыв «руками не трогать» в ту ночь был неактуален. Гости, перемещаясь по крыше, с удовольствием трогали объекты и старались в момент созерцания прекрасного не запнуться о какое-либо произведение искусства. Это Владимир Трямкин постарался увидеть молекулу воздуха, которую, в общем-то, невозможно увидеть с невооруженным глазом. А для того, чтобы она стала зримая и такая достаточно тяжеловесная, он ее увеличил миллионы раз и сделал ее такую огромную, что мимо пройти невозможно. Я думаю, что поднять такую молекулу очень трудно. Алексей Дьяков, я так подозреваю, все-таки хотел показать некую такую любовь. Это необходимость в воздухе. То есть воздух нам необходим, мы без него жить не можем. А когда два человека делятся друг с другом воздухом, они создают как раз вот эту связь между собой. Когда друг без друга невозможно существовать. Но здесь вот два человека, заключенные, во-первых, в аквариум. То есть вокруг них замкнутое пространство, замкнутое пространство их отношений. И та связь, которая здесь условно показана с помощью противогаза, она неразрывна. Стоит перерубить этот шланг, и оба человека погибнут. На десерт гостям выставки подали перформанс под названием «Птицелов». Угостили и другими яркими выступлениями. На самом деле это очень хорошая акция, потому что здесь есть возможность показать себя автором уже кто с именем, показать свои какие-то вещи. И плюс тем, кто только начинает первые шаги в дизайне, в искусстве и во всем этом деле. И то, что все вместе работают, это очень здорово, это очень сплачивает и художников, и зрителей, которые сюда приходят. Я узнала об этой акции вообще из интернета, и мне очень заинтересовала сама идея, и вообще зачем люди это делают. На самом деле, мне кажется, это очень хорошая идея. Люди должны приобщаться к искусству. Достаточно это интересно, поскольку студенты выражают свои эмоции, свои мысли. Любой посетитель на этой выставке может смело сказать, что у него выросли крылья. Вот на них и полететь бы по ночной Москве, но наземный транспорт надежнее. Три специальных автобусных маршрута организовали столичные власти для москвичей, желающих посетить в эту ночь как можно больше музеев. Программа музеев настолько разнообразна, что, например, в Кузьмин, как здесь предлагают своим зрителям, увидеть конное шоу. Всевозможные творческие коллективы, да, то есть это несколько площадок. Вот, это конное представление, это песни, это танцы, это стихи военных лет, вот, в исполнении актеров. Ну, вот в двух словах то, что сегодня здесь происходит. В нашей такой вот скоротечной жизни, да, мы забываем о том, что можно просто наслаждаться, да, вот тем, что под боком, можно просто прийти в парк, вот, да, посмотреть на, вот, собственно, это небо, посмотреть на, вот, на мир, да, посмотреть на, собственно, вот те музейные экспонаты, которые сохранились благодаря, наверное, вот и добрым рукам, и тем людям, которые здесь работают. Наш посетитель становится серьезней, и очень много молодежи, но если в первые годы к нам забредали случайные люди, их было видно с пивом, с бутылками, с девочками, там, ха-ха, хи-хи, то в этом году во всех музеях очень серьезные, интеллигентные люди, и вся интеллигенция московская собралась сегодня в московских музеях. 105 тысяч москвичей гуляли по парку Государственного музея-заповедника Царицыно. Знаменитые поющие фонтаны для всех гостей музея стали ярким финалом этой волшебной ночи. К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается, и эта ночь музеев тоже подошла к концу. Но москвичи уверены, что впечатлений сегодняшних им хватит на весь ближайший год. До следующего мая. Субтитры создавал DimaTorzok